SCP-1290 – не идеальный телепорт. Класс объекта – безопасный. Особый слой содержания. Исследовательские зоны 48-Альфа и 48-Бета основаны вокруг зданий, в которых размещены SCP-1290-1 и ТР-2. Соответственно, эксперименты по активации SCP-1290 остановлены на неопределенный срок до появления лучшего понимания принципов их работы. Описание SCP-1290 – это пара прототипов электронных устройств, разработанных лабораторией Прометея, как часть программы по исследованию телепортации на большие расстояния. Каждое устройство состоит из платформы диаметром 2 метра, присоединенной к основному блоку габаритами 5 метров на 20 метров на 3 метра. Каждая часть питается от отдельного генератора. Оба экземпляра SCP-1290 расположены в диаметрально противоположных друг другу локациях на Земле. SCP-1290-1 размещен в удалено Колумбия, а SCP-1290-2 размещен удалено Сингапур. Когда на платформу SCP-1290-1 помещается предмет и активируется основной блок объекта мгновенно, меньше либо равно 10 мс, телепортируется на платформу SCP-1290-2. Однако предположительно, из-за допущенной при проектировании или при сборке ошибки, скорость и ориентация предмета напрямую связаны с осью вращения Земли. Таким образом, помещенный в SCP-1290-1 неподвижный объект выходит из SCP-1290-2, будучи перевернутым дном вверх и двигающимся на восток со скоростью примерно 930 метров в секунду. Смотрите приложение 1290-01 для получения дополнительной информации. SCP-1290 попал в поле зрения организации после закрытия главного корпуса лаборатории Прометея. Дата засекречена. Объект был захвачен и поставлен на содержание оперативниками МОК МЮ-4 от латчики. Доктор удалено. Главный инженер, ответственный за SCP-1290, разыскивается для допроса и до сих пор не обнаружен. В настоящее время устройство SCP-1290 исследуется организацией с целью понимания и воспроизводства технологии. Приложение 1290-01. Отчет об инциденте. Первый эксперимент по активации объекта от дата засекречена. В попытке определить границы функциональности SCP-1290 исследователи организации предприняли попытку телепортировать обычный шар для боулинга массой 6,35 кг из SCP-1290-1 в-2, в результате чего погибло 3 человека, а исследовательскому блоку и размещенному рядом складу был нанесен серьезный ущерб. Пока SCP-1290 не будет полностью исправлен и не будет обнаружена причина нарушения функционирования, дальнейшее проведение экспериментов запрещено до особого уведомления.